Увидеть Красный пляж своими глазами во время Золотой недели решили тысячи китайских путешественников. Он находится в провинции Ляунин, в 30 километрах от города Пэн-Динь. Привлекает привлекательную местность на возможность походить по белому песку, а также необычным для пляжа покровом и цветом, и разнообразием животного мира. Что делается властями для сохранения уникального экосистемы, узнали наши корреспонденты. Красный пляж Пэн-Динь на настоящий вовсе не похож. Он не белоснежный и здесь нет песка, но знаменит он на весь мир. Вдоль берегов реки Ляухе перед глазами туристов простирается фантастический красный ковер на многие километры. Дело в том, что болотистая местность усеяна водорослями, которые произрастают на морских побережьях и по берегам соленых водоемов. Весной они зеленые, а в сентябре-октябре, когда начинают умирать, становятся яркими. Эта поездка стоила того. Здесь как будто краску пролили над побережьем. Просто невероятные цвета. Это нечто уникальное. То, чего нельзя увидеть больше ни в одном другом месте в мире. Красный пляж отличается от всего, что я видел. Расположенный вдоль крупнейших водноболотных угодий и тростниковых болот Красный пляж представляет собой уникальную экосистему. Она стала домом для более чем 260 видов птиц и 400 видов диких животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Туристы могут наблюдать за журавлями, чайками и другими редкими пернатами в их естественной среде. Почва здесь глинистая и влажная, поэтому для туристов проложили специальные дорожки на высоте и сделали смотровые площадки. Но красота эта очень недолговечная, может исчезнуть в одночастие, предупреждает экскурсовод Ли Чжун Тюань. Я сама видела, как Красный берег в нескольких районах исчез буквально на глазах. И пока точно неизвестно почему. Мы работаем с университетами и институтами, которые проводят исследования и держат ситуацию под контролем. Чтобы сохранить заповедник и его уникальную экосистему, ученые изучают влияние почв на произрастание водорослей. Особое внимание уделяют туристам, которые могут навредить хрупкой среде обитания птиц, зверей и насекомых. Передвижение людей отслеживают операторы на специальных мониторах, работающих круглосуточно. Во время «Золотой недели» поддерживать порядок тут будут более тысячи сотрудников полиции.